В школе, колледже или на курсах начни карьеру IT с компьютерной академии ТОП. А для чего нужен ховер? Он нужен для того, чтобы показать пользователю какое-то действие на сайте. То есть он навел куда-то курсор мышки, элемент каким-то образом дал о себе знать, что с ним можно взаимодействовать, нажать на него, например, или что-то прокрутить, например. То есть когда я навожу на картинку, у меня должно что-то поменяться. Давайте сделаем так, чтобы поменялась, например, обводка и тень вокруг нее тоже поменялась. Для этого задаем новый класс AMG двоеточие ховер. В этом классе мы прописываем все элементы, все параметры, которые мы хотим изменить. Те, которые мы не хотим менять, мы не трогаем. Мы хотим изменить бордер, цвет бордера и бокс шэдоу. Поэтому вот эти два параметра мы будем менять. Копируем бордер и мы меняем здесь только один цвет. Он у нас бирюзовый какой-то. Сделаем его вот таким цветом. Бокс шэдоу давайте тоже поменяем, чтобы у него распыление было какими-нибудь вот в таких оттенках. Копируем просто RGB. Сюда. И в принципе все на этом. После этого можно проверить, что получается. Переходим сюда. И проверяем. То есть видите, когда я навожу мышкой на него, он позволяет взаимодействовать как-то с ним. Меняет свой цвет. Кроме того, чтобы не было вот такого резкого скачка, то есть мгновенного, в CSS3 есть дополнительный класс параметра transition, с помощью которого мы можем задавать плавность. То есть он будет не так резко меняться, а допустим с течением какого-то времени. Для того, чтобы это заработало, прописываем класс transition. И далее мы можем указать вручную, для какого параметра мы будем указывать плавность. То есть для бордера, для бокс шэдоу или для всех параметров сразу. Обычно делают для всех сразу. Поэтому пишем all через запятую. Пишем сколько по времени должно пройти в секундах. То есть либо в миллисекундах. Ну то есть допустим 300 миллисекунд. И проверим, что изменилось. То есть видите, когда я навожу на него, он плавнее стал изменяться. Но чтобы было больше, более видно, поставлю секунду. Кстати, можно, если секунда уже, то мы можем просто поставить 1С, одну секунду. То есть вот в течение секунды он меняет цвет. Но когда я убираю, он резко меняет цвет обратно. А в этом случае мне нужно точно такой же параметр поставить для обычного тега AMG. То есть вот это вот все у меня также нужно поставить и сюда. И тогда, когда я буду убирать курсор, она также плавно будет приходить в исходное состояние. То есть теперь навожу плавно и отпускаю. Тоже плавно все происходит. То есть таким образом можно использовать ховер, чтобы показывать пользователю взаимодействия. Обычно такие вещи используются на кнопках чаще всего. Чаще всего также используют opacity. Я вам про него не говорил, но это прозрачность. То есть мы можем делать контент полупрозрачным, например. И при взаимодействии с ним добавлять ему цвета. То есть, допустим, в той же картинке зададим еще один параметр opacity. opacity, так как это полупрозрачность, работает он точно так же, как и для boxshadow прозрачность. То есть мы можем задавать параметр от 0 до 1. Любой. Кроме того, есть сокращенная запись. Мы можем не писать 0. Мы можем поставить сразу точку и поставить значение. Сокращенная запись 0.5. То есть, видите, картинка полупрозрачная. Ну и как обычно делается, когда мы на нее наводим, то прозрачность у нас становится равной единице. Ну, то есть вот так вот получается. В школе, колледже или на курсах начни карьеру IT с компьютерной академии ТОП.